Высокомобильный армейский многоцелевой полноприводный автомобиль ГАЗ-39371 Водник с колесной формулой 4х4 предназначен для транспортировки людей и грузов. Буксирование прицепных устройств по всем видам дорог, в том числе по труднопроходимой местности. В основу многоцелевого автомобиля Водник была положена модульная схема построения, которая позволяет оперативно непосредственно в полевых условиях менять боевые и хозяйственные модули. Шасси автомобиля может быть использовано для монтажа стрелкового и легкого артиллерийского вооружения вплоть до установки 120-мм миномета. Автомобиль был разработан в ОКБ УАУГАЗ. Вопреки названию, Водник не имеет средств для передвижения по воде, у него нет грибного винта, перемалываемых траков или водомета. Водник в состоянии преодолевать водные преграды вброд, но только тогда, когда их максимальная глубина не превышает 1,2 метра. Немного рекламы. Видеорегистратор Combo Artway MD110 избавит вас от проблем на дороге, обеспечит максимальную защиту. MD110 – это компактное устройство Combo 3 в 1 на магнитном кронштейне. Устройство Artway MD110 не загораживает обзор водителя, занимает совсем немного места за зеркалом заднего вида и больше напоминает видеорегистратор. Однако, это полноценное комбоустройство, которое выполняет функции съемки, детектирования радарных комплексов и оповещения по базе камер GPS. Переходи по ссылке в описании. Боевой расчет водника состоит из 11 человек, командира отделения, машины, механика водителя и десанта в количестве 9 человек. Автомобиль имеет следующую компоновку. Отделение управления, 3 места, моторно-трансмиссионное отделение и боевое отделение. Машина была построена по модульной схеме. Сварной корпус автомобиля состоял из двух модулей – переднего и заднего, которые были съемными. По словам представителей ГАЗа, было предусмотрено создание 26 различных сменных модулей, которые можно было легко менять, исходя из поставленных задач. Благодаря быстроразъемному соединению опорного фланца корпуса и заднего модуля была возможна его быстрая замена даже в обычных полевых условиях. Передний модуль состоял из моторно-трансмиссионного отделения и отделения управления, которые были разделены между собой герметичной перегородкой. Модуль управления был трехместным, с размещением сидений командира и водителя в ряд по автомобильному, а сидение радиста – прямо за водителем. Основной функционал был представлен в заднем модуле, в котором находился основной полезный объем автомобиля. Его можно было использовать для транспортировки грузов и людей, а также установки различного специального оборудования, мобильных установок и систем вооружений. В модуле присутствовали сидения для перевозки восьми человек. В модуле имелось шесть дверей для посадки и высадки десанта по две двери сзади, слева и справа. Все двери открывались вверх. Для защиты экипажа машины изначально было проработано несколько вариантов бронирования. Корпус водника, в зависимости от решаемых задач, мог изготавливаться из броневой стали, которая гарантировала защиту экипажа автомобиля от пуль калибра 7,62 мм и осколков. При этом передние и задние модули могли выполняться как бронированными, так и небронированными. Помимо этого, для повышения уровня защиты существовала возможность монтажа на автомобиль дополнительной навесной бронезащиты. Впервые на бронемашине водник были применены неприкрытые многослойные бронированные стекла, которые не имели каких-либо дополнительных бронеограждений или бронещитков. Вооружение боевого модуля может изменяться, исходя из назначения конкретной машины. В базовой комплектации водник оснащен башенной пулеметной установкой от БТР-80 с 14,5 мм пулеметом КПВТ и 7,62 мм пулеметом ПКД. Башенная пулеметная установка оснащена дневным прицелом, а также пусковыми установками для запуска дымовых гранат. В состав имеющегося на воднике оборудования входило танковое переговорное устройство Р-174, кондиционер, отопитель, средства пожаротушения. Также была предусмотрена установка на борту автомобиля радиостанция Р-163-50, навигационные аппаратуры и специального оборудования. В середине 2007 года данные высокомобильные армейские автомобили начали поступать на вооружение российской армии. Всего было выпущено примерно 250 таких бронемашин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова